Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и я снова в строю, возвращаясь в Драгон Раджа или Драгон Раджа. В процессе игры я расскажу, что произошло. Блин, я такой эпический момент пропустил, конечно, но да ладно. Я думал просто, следующее видео как раз сниму, где я буду гонять на тачках, но нет, я решил сделать чуть раньше. Итак, давайте сначала пойдем дальше по сюжету и когда я буду с кем-нибудь бороться, биться, сражаться, я буду рассказывать, что было раньше вообще, почему я оказался вот в этом каком-то красивом замке. Визуально, конечно, все очень хорошо выглядит, я посмотрел, сколько игра весит, в предыдущем видео в титрах показал. 6 гигабайт, блин, на моем айфоне. Итак, давайте побазарим с кем-нибудь. Добро пожаловать в Кассельский колледж, я директор Гильберт Жан Анжер. Прикольное у тебя имя. Приятно видеть тебя целым и невредимым. Когда наш ледокол выловил тебя в Сибирском море, все думали, что тебе крышка. Ммм, я знаю, что у тебя много сомнений, не беспокойся, я ни одного не смогу развеять, ха-ха-ха. Ну, смотрите, здесь озвучка есть, меня это радует. Бывает, что в некоторых РПГ, в подобных экшен-РПГ, когда вы начинаете, есть озвучка, все замечательно, а дальше у разработчиков, возможно, появилась лень, или просто финансирование закончилось на озвучку, и они дальше просто диалоги вставляют. Директор, вы опять приставите к новичкам, у них останется у вас плохое впечатление. Ха-ха-ха-ха. И ничего, я до огнею смогу оставить хорошее впечатление. Чуть не забыл представить, это красивая девушка-робот, домоработница Эва. Если что-то понадобится, обращайся к ней, окей. Добро пожаловать в Касарский колледж. Не переживай, это ошибка во время церемонии открытия учебного года. Ошибка. Я отправлю тебе контакты других новичков, надеюсь, вы подружитесь. Короче, мы из одной школы попали в другую какую-то школу. Внизу я расскажу тебе о колледже, пожалуйста, следуй за мной. Так, ну прикольно, прикольно, следуй за этой круглой, с круглой прогуляться по Кассельскому, Кассельскому, Королейскому какому-то. Ну пусть она у нас, кстати, автоматически идет, это как в линейке или в той же Black Desert Mobile, просто автоквест получается у нас. Колледж Кассел был создан секретной группой носителей гибридной крови. Главная цель это уничтожение драконов. Ты, как носитель гибридной крови, наверняка хорошо осведомлен об этом. Как только драконы воскреснут, все живые существа столкнутся с катастрофой, и лишь мы, гибриды, можем дать бой драконам. Поэтому, чтобы подтвердить твои способности, мы проведем для тебя оценочную аттестацию, проверим твою склонность к шифру или EX какой-то. Чё, а кто это вот эта девочка маленькая, Ферри какая-то, Ева? Так, ну ладно, давай, стой на светящейся фигне какой-то. А, вот сюда, да? Итак, чё-то сейчас произойдет, да? Короче, пока что-то у нас здесь происходит, я расскажу, что произошло до вот этого перемещения. Короче, тот чувак, который прилетел на вертолете, он оказался плохим. И тот генерал, как его, ё-моё, что ж тут вы тут показываете-то? Так вот, тот генерал, который нас, типа, обучал и всё такое, они, оказывается... Хранили или прятали, короче, мёртвого, по-моему, дракона здорового. Так, а чё здесь происходит-то, я не пойму. А, вот нужно нажимать куда-то, а я не нажимаю. Зарассказывался. Так, чё дальше? Какие-то глюки я ловлю, по-моему. Я видел ваши комментарии, вы отписывали то, что так и так, флик, дальше реально можно на тачках кататься. И я очень хочу до этого момента дойти, но, видать, походу, даже не в этом выпуске это произойдёт. Итак, вот наш директор снова здесь. И? Чё он смотрит на меня? А если бы я мужика выбрал? Так вот, короче, все полегли, все, почти, кроме Zero. Zero чё-то какой-то непонятный, то ли он предатель, я не понял, он унёс Ренату. Ренату, короче, тоже завалили. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на каком вы устройстве играете. Я вот так быстро переключаю систему на тему. Так, спросил директора. Очень странная родословная, а резонанс шифра явно достигает уровня S, но при этом сила контроля крови на уровне D. То есть я ещё не научился контролировать свою силу. С этой кровью можно создать жизнь. Мне нужно подумать, скажу Эви, что помогла тебе разобраться с началом учёбы. Вижу, ты рад, но... Раскрыты поистине хорошие качества. Пойду сам разберусь в этом интересном явлении. Хорошо, Академия подготовила для тебя школьную форму, но маленький робот Адамс, видимо, затащил её в угол комнаты. Пожалуйста, возьмите одежду и одевайтесь. Потом можно уходить за дверью, тебя должны ожидать. Вот так вот. Короче, все полегли, всех завалили. Девочки вот эти все, в том числе и я, как бы, сироты. Мы гибриды. То есть у нас содержится кровь драконов. Вот, ага, вижу. Адамс, вот этот робот, наверное, да? Давай, оденемся. Вот, и у нас продолжительность жизни составляет всего лишь 20 лет. Звезда Касселя, давай наденем. Ох ты, какая симпатюлина-то стала, вы посмотрите. Прелесть просто. Так, ладно, куда валить-то? А, теперь здесь что-то надо одеть, да? Подбор снаряжения. Ну давай, может быть, кстати, у нас и снаряга поменяется? Нет, всё то же самое. О, шарты! Понятно, короче, снаряжение, которое мы одеваем, оно не отображается. В основном отображается только в само одеяние или костюм. Так, давайте получим. Я в игру, кстати, не заходил, поэтому здесь может быть много чего нету. Получить, получить. Применить, давайте применим. Применить. Пополнить. Внесите 13 баксов, чтобы получить купон на 880. Нет, спасибо, это мне не надо. Первый день. Можно же забрать, да? Расписание. Что-то, короче, ещё немного я прокачался. Блага какие-то. Привязка почты. А что здесь у нас подарок привязки? Не, потом я с этим разберусь. Что тут у нас за плюс-систему? О! Есть у нас, короче, настроечки. И мне, конечно, интересна настройка графики. Боевой кадр, скорее всего, да? Режим HFR выключен. Ну-ка, если мы... Использование образца последней модели сможет увеличить скорость приобрести. Нет, давайте пока здесь, наверное, ничего не будем. Боевой, основные. Короче, что-то я с графоном ничего не вижу. Скорее всего, здесь что-то нужно устанавливать. Вот есть пятый. Наверное, это максимальная графика. Но давайте попробуем. Устройство не поддерживается. Понятно. Короче. Приручить. У нас есть ещё, кстати, дракончик маленький, которого можно приручить. И он будет типа с нами. Если он доживёт, он вырастет и будет здоровым драконом. Так. Когда молодой дракон развивается до финальной стадии и завершается задание операции полукровки, он становится его постоянным боевым союзником. Но также он может и свалить от нас, как я понял. Но мы получим какой-то... Бонусик. Бонусик. Так, пассаж. Способности магазина будут открыты на 20 уровне. Покорно прошу остаться с нами ожидания. Да, локализация здесь прям кривая. Эва хочет тебе что-то сказать. Ну давай, расскажи мне что-нибудь, Эва. Понятно, что сейчас мы ни фигачимся ни с кем. Эта форма тебе к лицу, новичок. Дружеское напоминание. Перед выходом, пожалуйста, одень устройство. Надеюсь, сегодняшние мероприятия принесут тебе удовольствие. Понятно, нас сейчас знакомят все равно с миром. То есть мы по чуть-чуть прям боремся, но больше все-таки ознакомлений и внедрений вот в этот вот безжалостный мир. Так, что здесь светится у нас? Ну я же там типа все взял. Так, что за плюсик? Моды, клуб. Нет клуба. А, мы можем потом со временем создать клуб, я так полагаю. Допустим, нажал я. Можно покрасить что ли? Ух ты, прикольно. Но пока все заблокировано, понятно. Прическу тоже можно поменять. А, даже у меня и выбрано. Ладно, ничего не будем делать. Короче, покидаем канцелярию директора и выйдем сейчас в новый мир. Ух ты. Офигеть твою жма... Состояние красной тревоги, состояние красной тревоги, вторжение драконов, вторжение драконов. Ну вот мы сейчас и поборемся, короче. Ох, что-то я не прочитал все. Так, у меня каждый раз прокачивается. Ну это прям как в этом. Линейке. Опасность, опасность. Так, что здесь происходит? Ух ты. Лу Мин Фэй, карьера обладателя родословной S уровня и X не ясно чего-то. Ага, то есть у нас вот такие вот еще типа драконоподобные люди. А, вот. Сейчас я буду в процессе рассказывать, кстати, что произошло-то. После первого видоса. Смотри. Понятно. Сейчас мы ему, короче, должны будем помочь. Ему накостыляют. Так, не смотри-ка под мою юбочку. Молодой человек. Помоги мне убить этих самурай смерти. Давай. Ох ты. Они вообще, короче, из ниоткуда появляются. Ох, красиво. Ну почему вот в Black Desert Mobile они тоже не могут сделать сглаживание такое? О, даже блок у меня есть. Я могу подлечиться. Она у нас автоматически цель берет. Так. На тебе, тварина. Надо чуть-чуть, короче, уменьшить, мне кажется. Так, еще раз блок сделаем. Ну? Ага. Фигу тебе. Все. Завалено. Все, что-то еще у меня скилл какой-то прокачался. Ну, что ты там мне скажешь? Ух, воды, хочу спить. Нет сил, помогите, купите мне воды. Там торговая машина. А что, бабла нет, что ли? Так, ну давай, подруга. Из бендинг-машины. Там. Панталончики у нее. Так вот, после первого видоса я там поспал. Отправился потом. Короче, на улицу встретил Зеро. И Зеро меня отвел к какой-то пещере. Открыл дверь, я туда вошел. А там этот... На Б как-то чувак. У него фамилия такая еще типа русская. Он, короче... С генералом... Общались о том, что... Вот такая-то фигня. У нас тут есть дракон. Мы из него вытягиваем, короче, кровь. И с помощью этой крови делаем каких-то тварей. И в том числе вот гибридов. Там была целая, конечно, история, что вначале были драконы. Потом появились гибриды. То есть люди, которые вкусили драконью кровь. Они стали гибридами. То есть у них появились какие-то способности и так далее. Так, ладно. Сода! Газировка! Отрыжка! Отлично! Газировка это действительно отлично. Он очень любит сода. Понятно. Не надо смотреть на меня таким взглядом. Они все говорят, что я S уровня, но я вообще не умею использовать EX. Фин Гела тут уже 9 лет. Пусть я и не силен, но у меня есть старшая сестра ученица Ноно. Она ко мне добра, я отведу тебя к ней. И вместе мы справимся с этой проблемой. С какой? Ах, точно. В Академии сейчас, наверное, все еще очень много дэдпулов. Поэтому лучше бы тебе повысить свои навыки. Дружить с вами. Понятно. А когда я вообще со своими подписчиками начну дружить в этой игре, а? Так, блин, ну визуально, конечно, вы смотрите. Они, конечно, постарались. Я не знаю. Сюжет простенький пока что. Я не заметил ничего так сильно крутанского. Прям так, скилл. Давай что-нибудь апнем. Можно ли повысить уровень нынешних скиллов до максимального уровня, потратив 14 800? Давай потратим. Все, да, вообще красавчиком стал, да? Или красавицей. Так. Короче, с клубом мы чуть позже решим. Что у нас дальше? Готовить, чтобы сказать... Нужно быть сильнее. Идем. Зададим жару этим дэдпулам. Давай. Ох. Музончик сразу попер такой. Смотрите-ка, у него то ли дракон, то ли какой-то приборчик летает за ним. Визуал, конечно, хорош. Хорош. Ну, смотрите, какая подруга. А какой замок-то здоровенный. Сейчас у нас какая-нибудь мультяха будет, да? А, нет. Ни фига себе, тварюга какая. 13 уровня, блин. Так, давай вот это используем. Ну, они здесь, конечно, круто и эпично выглядят, хочу сказать. Мы можем еще, кстати, перемещаться, еще подпрыгивать, наконец-то. Давай, давай, давай. А, она-ка... Короче, она пока блок стоит, она не атакует другими атаками. Опа. Черти полезли. Меня еще свалили. Ты слышишь? Что-то взял и жизнь, что ли, восстановил, а? Так. На тебе. Опять, блин. Не, надо отключать эту. Штуку. Давай. Все, завален, да? Так красиво еще исчезает. Ну, постарались, постарались. Я не знаю, как на ваших устройствах игра идет. Напишите в комментариях, кто на чем играет и как успехи вообще. Кстати, у меня в группе ВКонтакте есть специальная тема, где вы можете скидывать то, как у вас выглядит та или иная игра. И, естественно, напишите, какое у вас там устройство. Я оставлю ссылку на сообщество ВКонтакте в описании, у кого есть возможность и желание поделиться с другими игроками, вообще, мобильными геймерами. Тем, как идет у вас эта игра, как выглядит графон вообще, как картинка. И, естественно, какие-то свои замечания по устройству. Так, давай побазарим. Странно, почему нет старшей сестры ученицы? Мы точно договорились встретиться здесь. Сестра, ты тут? Анеки. Похоже, старшей сестры ученицы тут нет. Нужно отправить ей сообщение и спросить, где она. Это коммуникатор. Я буду говорить, а ты печатай. Ух ты. Выбери сообщение. Допустим, давай. Отправим Нуно. Терпение, сестра, разберется с этим надоедливыми дэдпулами и пойдет к вам. Будь осторожней, мы будем ждать тебя здесь. Давай, я уничтожу этих червей. Горячая сестра, мне не нужна помощь. Однако, Лу Мин Фэй позаботится о нем. В следующий раз я обязательно приду на помощь. Если бы я только мог увидеть боевую стойку старшей сестры... Ну-ка, давайте. Романтика. При первой возможности договоримся. Понятно. Пообщались. Что-то там, Лу Мин Фэй. Хорошо. Я внимательно послушаю старшую сестру и ученицу. Давай, подождем ее здесь. Ух ты, а это айфон ума, что ли? Ну-ка, покажи, что у тебя за смартфончик. Ух ты. Это она, да? Красотулечка-то какая. Она, по-моему, относится не к обычным людям. Что он там делает? Ты ключи, что ли, мужик? Ну-ну. Карьера невеста Цезаря. Глава организационного отдела чего-то-чего-то. Ага, кто-то там еще фигачится. Цезарь. А, ну это вот этот чувак. Я его увидел на скринах по игре. Он, короче, у нас с пушками. Красавчик, красавчик. Вообще прям. Эй-бэй-бэй-бэй. Какие они все здесь стройняшки? Такие еще чулочки прям опасные. Так, окей, ну давай, пообщаемся. Машину. Хочу машину. Дайте хотя бы трендулет какой-нибудь. Только что были в окружении более десятка слуг дракона, но мы от них избавились. Так это и есть новорожденный. Луменфей должно быть доставил тебе кучу неприятностей. Ты тот новорожденный, который не был на церемонии начала учебного года? Выглядишь неплохо. Если у тебя получится стать членом студенческого совета, я подумаю над тем, чтобы пригласить тебя на одну из моих свадеб. Ого, одну из твоих свадеб? Ну ты вообще, конечно... Султан, блин. Несмотря на то, что дата церемонии еще не назначены, я уже начал планировать нашу свадьбу с Ноно. А у тебя есть еще другая жена, что ли? Мы будем путешествовать на паруснике по всему миру через Магелланов путь. Остроим больше 60 свадеб одновременно, все разных стилей. А может быть он томата, а я не знаю. Я только согласилась на помолвку, ты так рано начинаешь готовиться к свадьбе. Урод. Наша свадьба должна быть самой грандиозной. Все должно быть идеально. Начинать планировать заранее, это правильный подход. А, ну это так, держать желаю, чтобы свадьба прошла, она отлично и тому подобное. Тревога, верховный дракон вторгся на площадь Академии. О, мы сейчас с драконом пофигачимся. Все студенты, которые меня слышат, немедленно направляйтесь в площадь поддержки колледжа. Окей, погнали. Элитных слуг дракона, такого интересного противника, ни в коем случае нельзя отдавать собранию львиного сердца. Ноно, Лумин Фэй, садитесь в машину. Опа. Ездишь на мотоцикле? О, наконец-то, мне дадут мотоцикл. Так, выбери прорыв. Фламинго, давай, Фламинго. Так. Где, где? Я понял, чтобы использовать машину, нажмите на кнопку езды. Ага, вот здесь его, наверное, надо выбрать. Ну, выглядит прикольно, хочу сказать. А это что у меня? Создать. Создать. Допустим. А, то есть нам не дадут сейчас на мотоцикле прокатиться, да? Мы будем летать. Полетами заниматься вот на этом. Чудо-агрегате. Водить. А я хочу ее это водить. Во! Ох ты какая! Оооо. Блин, прикольно. Ну что, пацаны, поехали. Я себя ощущаю сутью и дрэд. А что так медленно? У тебя азота нету, что ли? Прям вообще медленные какие-то. Или здесь ограничение по скорости. Нельзя быстро перемещаться. Вот здесь сейчас что-то произойдет, да? Ну давай, появись там. О. Едет вслед за Цезарем. Че? Цезарь? Че затупил? Здесь иногда бывают такие моменты, когда что-то подтупливает. Ага. Кто это? Что это? Ну что? Луменфе, он всех что-то трогает. Там жив, не жив. Вот, кстати, Рената, насколько я помню, из такой же пушенцы и стреляла. Короче, их всех завалили. Прям немного драмы добавили в игру в самом начале. Мы вроде бы только познакомились с персонажами, которые нас окружали. И тут же их всех убили просто. Перестреляли какие-то засранцы. Все, а я что, не буду сражаться, что ли? Я думал, сейчас тут дракон такой спустится. И начнет наваливать. Не выдержит ни одного чего-то. Стоямба! Опа! Схватил. Блин, они там что, тессеракты все используют, что ли? Опа. Пупачки. Здесь очень странно. Здесь вообще пипец, как странно. Где я оказался-то? Так. Она сейчас, я так полагаю, сама пойдет, да? Ух ты, нифига! Вон оно, что у тебя есть, да? Ну-ка, давай. Обалдеть. Что-то я в странное место какое-то попал. И, блин, ну зончик, конечно, здесь приятненький. Какая кошка у меня, короче, крюк. Ну, давай. Порталы какие-то, что ли? Давай заберем, что тут у нас могли приготовить. Шортики надеть! Галета надеть! Так, подожди, что-то там еще. Что еще там есть? Ящики с снаряжением. Ладно. Короче, непонятно, куда мы попали. И... Что за дела? Я оказался снова в пещере, что ли, в той? Ну-ка, Мин Фэй. Здесь только мы вдвоем? Здесь же нет... Ни Буэнгов. Это Эмзона, созданная драконами. Темно. Где свет? Вообще, перевод другой. Здесь слишком темно. Мне нужен свет. Похоже, нам придется полагаться на себя. Соберись духом, соберись силу в глазах и попробуй раскрыть Икс, зрение Гадаса. Я надеюсь, у меня голова не закружится от этого. Икс, супер зрение там, чего-то. И так... Она раскрывала его как-то. Когда Ренату как раз, по-моему, подстрелили... Так вот, Рената нас спасла. Она бросила нас в воду. В итоге. Ты? Че? Че надо сделать? Ух ты, прикольно. Че-то глюки мы какие-то ловим. Что это такое летает здесь? А, оно... Освещает, типа, путь нам? Так, монетки получены. Че? Следуй руководству зрения Гадаса. А, понятно. Нам сейчас, короче, нужно отсюда выбраться. Это, типа, логово дракона какого-то? И начался трындец. Я вижу здоровые ворота. И, походу, там будет дракон. Или мы просто сейчас войдем вот в этот телепорт? Так. Ты не прикасайся, понял? Так. Трындец какой-то непонятный. И тут открывается дверь. Вообще не понимаю, что творится, блин. То одно у нас было... Сейчас совсем другое. Жесть. Что это такое? Блин, мир просто меняется на глазах. Так. Вот куда ты, блин, бежишь? Кстати, смотрите. Все двигается, типа... Замирает. Че тут случилось? Цезарь? Базарь? Луменфей, это вы? Нет, блин. Босс, ты ранен. Что делать, что делать? Я не брал никаких лекарств. Здесь, похоже, гнездо слуг дракона. Эти твари могут вернуться в любое время. Здесь слишком слабые. Закрой рот. Научи пользоваться. Алхимический нож. Это шедевр алхимического отдела Академии. Новичок, это хорошая добыча. О-е-е-е! Нормально. Новые мечи, короче. Че тут? Перенос. Раскол. А, ну мы, короче, можем, типа, усилить вот эти мечи. Более, ну, посмотрите, какой мечонский ты. Конечно, японцы, они могут такое все гипертрофированное делать здоровое. Поблизости что-то есть. Босс, твоя рана глубока. Не утруждайся. Я пойду хрючу, что может ослабить ранение. Новичок, задержи слуг дракона. Каких слуг? Так. При использовании без воздуха вы получаете вид головы. Увеличьте скорость передвижения уклонения, а также атаку и защиту одновременно. И уклоняйтесь от контратак врага. Так. Че, где там, кто там? На, те, твари, короче. Шикарно, горится она, конечно. Да, кстати, она еще может переходить в какой-то усиленный режим. У нее появляется повышенный урон, короче. Все, завалены или еще кто-то остался? Ага, я вас вижу, твари. Да, йокарный бабай, что-то не совсем срабатывает эта фигня. А это что за тварина? Гарпия, что ли, какая-то? Давай, красиво. Блин, у них уровень реально повышается все больше и больше. Все, все завалены, жизневзяты. Восполнились, что там у нас? Луменфэй что-то принес вон. А, аптечку принес. Он где-то здесь надыбал аптечку. Офигеть. Так, чем это все закончится, мне интересно. А где, кстати, рыжая подруга-то? А, вот и рыжая подруга. Сестра! Ну, она вроде как жива еще. Надо вот эту тварину завалить. Блин, даже... В логове дракона достаточно все красиво выглядит. Тут и Сакура, как я полагаю. О, нет. Луменфэй, какой же ты дурак. Зачем ты на него прыгнул? Ты же вообще не боец. Тазынь, огонь королеве! Опачки. Что это произошло? Чур Цзыхан. Блин, они такие все одинаковые, а? Прям вот Final Fantasy какое-то. Не, я надеюсь, она жива. Моя невестка. Так лишь, слуга дракона, ты намного слабее. Если ты мне не веришь, посмотрим, кто... Кто стал слабее. Че, вы сейчас будете разбираться, что ли? Вот прям здесь, этим? Обалдеть! Вот это я и ожидал! А где у него лапы? У него реально лап нету. Бурные чего-то. Активируйтесь. Ну, слушай, мне кажется, против дракона вообще нет приема. Ага, он немножечко ему... Крыло, короче. Бурные крови. Активейт. Вот, кстати, у японцев, мне коллега говорил, у них все атаки озвучиваются в мультфильмах. Даже там, типа, бурное море, река! Зажги говна! И, короче, она атакует. Или он. И вот та же самая здесь. Вот, бурные крови три! Вот дракона обязательно все это слушать, да? Все, короче, завален. Ну, быстро, быстро он его зафигачил. Сильный чувак, сильный. Блин, и мультяха тут идет. То есть, реально вот сюжет, как в консольную игру играешь. Немного кривовато, конечно, все равно. Но это бывает. Не все идеально. И нифига себе, и он унес с собой? Что вообще происходит? Какой-то трэш просто. А, он меня? Или, подожди, я сам за ним. Побежала, полетела. Нифига себе! Я летать умею! Обалдеть! Это как в консоли, короче. Нажимайте крестик, там квадрат. Обалдеть, блин! Че происходит? Баба какая-то у меня сумасшедшая просто, я не знаю. Как их там называют? Которые просто умеют все... А, подожди, это у нас враги, что ли? Ну, давай наваливать. Ну, давай тебе, короче, навалим, мужичара. Ведьма крови дракона. У меня пока жизней достаточно много. Блин. Че ты не атакуешь-то? А, ты хочешь вот эту фигню разбить? Так, давай вот эту сначала завалим, аккуратненько. Ты сдохнешь или нет? Не хочет помирать. Все. Так, давай. Ага, монеточки. Это все прикольно, конечно. Так, я вижу следующий у дракона. Я оказался в каком-то логове драконов, походу. И еще больше их появляется. Где я вообще оказался, непонятно. Так вот. Возвращаемся, короче, к сюжету. В пещере, в которую меня ввел Зеро, там был Антон. Причем такой, типа, к инвалидному креслу был привязан. И он демонстрировал свою способность остановления пуль. Вот. Но в итоге его все равно завалили. Я, конечно, хотел его спасти. Не получилось. Итак. Я, короче, навалял этому отродью дракона. Детенышу дракона. Но он исчез. А рыжую-то мы спасем или нет? Я прям не знаю. Я переживаю так за рыжую. Поднимись в здание с левой стороны дороги. Ну, давай. Подожди. Не понял. Так. Ну, давай посмотрим, что у нас здесь есть. И потом, наверное, поднимемся, да? Вот иногда появляется рука, а иногда не появляется. Так. Ну, вот что? Во, сейчас поднялась. Смотри-ка. Блин, конечно, красиво. Все падает, зажигается. Иди вперед. Так. Какая-то книжинца. Ага. Так. И че? Ага, все понятно. Такие небольшие головоломочки здесь у нас. Получи одобрение системы защиты. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ой, я тебя сейчас на... На-на-нажимаю. Ух ты. Где ты оказался? Мне че, не нравится? Возможно, это как-то можно где-то отключить. Вот эти вот еще толка. И какой огромный. Что? Сразись со мной. И вот он, дракон. И это попеха там, короче, оружие. Замороженное. Сейчас мы будем сражаться с этим драконом. Так. Так. И че? Как мы его будем валить-то? Просто к нему надо приближать, наверное, да? Ну да. Так. Икс-четыре. То есть у него сейчас с каждым разом будет отбавляться. Ну, че-то не особо хочет меня атаковать вообще. А вот сейчас хочет. Собака. Тих-тих-тихо. Я с тобой еще не закончил. На тебе, на. Давай вот это используем. Опачки. Давай-давай. Офигеть, он меня заморозил. Тварины такая. Давай-давай-давай, подруга, очухивайся. Не едины царапины. Опять, короче, куда-то переместились. Что ли? Как будто это другое измерение прям. Зачем тебе эта рыжая? Нет. У нее как будто языка нет. Что еще творится? Красивые эти. Кривые ноги. Ну что? Ты меня поцарапал, скотина. А, во. Снова, короче, началась вот эта фигня со мной. И что? Что это происходит-то? Ага, он вдруг забоялся. А, во, да-да-да-да. Сейчас мы тебя наваляем, мужичара. Да. У нас, короче, при нажатии этой кнопки повышается урон, атака и все остальное. Кстати, кто не смотрел свежий новостной выпуск, ну как он свежий? Конечно, кто-то с этими новостями, возможно, уже ознакомился давным-давно. Где-то на просторах интернета нашел. Так, давай-ка мы поставим защитку. Разбитая луна. Куда еще? Ты, дракон! А, опять. Следующая катсцена. Короче, не дает он нормально себя завалить. Так. Давай-давай, завалим уже эту тварь. Так-так-так-так-так-так-так, не надо. Кристальчик мне прям в глазик сейчас залетит, что ли? Опа. Это директор. Он остановил время. И что он сейчас сделает? Типа флэш прям или ртуть из Marvel. А, он мне, короче, помогает. Ну, я красавчик вообще такой прям. Чуть-чуть запаздывает звук почему-то. Как так? Да я же в нее попадал! И исчез. Ну, че? Она живая, надеюсь? Чпоньк! А-а-а, смотрите. Как будто этот дракон меня чем-то заразил, что ли? Варикозом! Так, все, да? Чувак, скажи, что все закончилось. Срочно проверь, как дела у ученицы Нуно. Успешно активировать срод... Сродственное. Сродословный. Так, че там? Скилл. Кровь. Давай, С. Стиль падающей Сакуры. Таня Сакуру накладывает на цели падающую Сакуру, максимально до пяти штук. Взрыв падающей Сакуру игнорирует броню цели и зависит от уровня пробивания брони игрока. Понятно. Элементы РПГ. Снять замерзание и спасти Нуно. Давайте спасем Нуно, и на этом я, наверное, закончу. Ну, давай, Нуно, скажи спасибо. Спасибо тебе. Не делай такое лицо, это всего лишь небольшая рана. Да, кровища у нас здесь нету, потому что это все-таки 13+, скорее всего. В этот раз ты показал себя очень хорошо. Директор, возможно, даст тебе поощрение. Скорее, иди. Дружит с нами. Отлично. Давайте к директору подойдем. Пусть он мне в вознаграждении даст новое одеяние. Все показали себя отлично. Поздравляю тебя с успешной сдачей. Ха-ха, я забыл сказать тебе. В этот раз вторжение дракона всего лишь аттестационное упражнение. А, то есть это было вообще ненастоящее, да? Все показали себя отлично. Поздравляю тебя с успешной сдачей. Когда на тачках кататься будем? Директор! Так. Лумин Фэй хочет меня лично поблагодарить. Ну что ты мне сделаешь, мужик, а? Ты спас старшую сестру ученица. Огромное тебе спасибо. Ну, он на самом деле но-но типа спас. Ты только что неплохо себя показал. Не то, чтобы я в начале тренировки подумал, что прилетел настоящий дракон и испугался до полусмерти. Профессор Майнштейн ищет тебя. Иди скорее к нему. Ладно, с Майнштейном мы уже поговорим в следующем, может быть, ролике. Народ, просьба, напишите в комментариях, интересно ли вам вообще полное прохождение. Докуда я смогу дойти, докуда прокачаюсь и вообще что нас ждет дальше. Меня, конечно, больше всего интересует вот процесс гонок. Как можно погонять, на чем и так далее. А на этом пока все. С вами был по-прежнему Фликер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой игровой канал. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте оставлять комментарии. Всем пока.